Иметь домашнего питомца не так просто, как кажется на первый взгляд. Постоянный уход, прививки и правильное питание. А еще нужно знать, как и где можно его выгуливать. Сегодня я познакомилась с Юлией и ее четвероногими друзьями, Мишель и Арчи, чтобы понаблюдать за их интересной прогулкой. Мишель – собака породы самоедская лайка. Ласковая, спокойная, игривая. Арчи – метис, лаборатор и овчарка. Энергичный, шустрый, а местами непослушный. Такие разные, но при этом такие одинаково любимые. Общаясь с нашей съемочной группой, Юлия с улыбкой отметила, что Мишель и Арчи для нее – это не просто домашние питомцы, а настоящие друзья и члены семьи, которые изо дня в день встречают ее громким лаем на пороге дома после рабочего дня. У меня две собаки. Одно из них три года, одному год. И получается, я вышла замуж, и мы завели вторую собачку. Это Арчи черненький. Собаки, они абсолютно разные. Одна самоедская лайка, а другой черный мальчик – овчарка. И получается, он больше такой овчарка с ламбрадором черненький. А самоед – это более лояльный, более ласковый, а овчарка может и укусить, если захотеть. Для того, чтобы на улице не возникало курьезных ситуаций, Юлия, как ответственная хозяйка, соблюдает все правила, чтобы выйти со своими четверонокими друзьями в город на специально отведенную площадку для выгола собак. Девушка понимает, что ее питомцам нужно выплеснуть свою энергию, а потому несколько раз в неделю устраивает им такую смену обстановки. Живем мы в частном секторе, и для того, чтобы сменить как-то обстановку, мы приходим в специально отведенное для этого место и гуляем здесь с другими собаками и проводим время. Питомцы нашей героини не боятся незнакомых людей. Мишель – очень приметная собака и внешне напоминает большое белое облако, способна привлекать внимание прохожих и маленьких детей, которым так и хочется ее потрогать. Юля отмечает, что несмотря на внешний вид и миролюбивый характер Мишель, к чужим собакам следует относиться осторожно и спрашивать разрешение хозяина на тактильную ласку. Мишель – самоедская лайка, очень добрая, очень любит детей, людей, но бывают такие случаи, что человек подходит и не спрашивает ни разрешения, ничего, просто протягивает руку и начинает ее гладить или еще что-нибудь. Но мы же все знаем, что лучше спросить у хозяина, можно ли погладить вашу собаку или нет. Благо, Мишель – спокойная собака, и она никого не укусит, у нее нет геноагрессии, так что она не попасает людей. Выходя на прогулку, Юлия снаряжает своих питомцев по последнему слову закона, который гласит, выводить домашнее животное в общественные места разрешается исключительно на поводке и в наморднике. Если в поле зрения сотрудников милиции попадут нерадивые хозяева, то таких граждан сразу призовут к ответственности. В Ленинском РУВД за полгода составлено 35 протоколов за нарушение правил содержания животных. Это статья 16.30 Кодекса административных правонарушений Республики Беларусь. Она две части. Первая часть – это нарушение непосредственно правил содержания животного. Вторая часть предусматривает наказание за то, что собака укусила кого-нибудь, либо причинила ущерб имуществу. При этом преследовании собака должна обязательно быть на поводке с ошейником. На ошейнике должен быть обязательно жетон. Породы свыше 25 см в холке и потенциально опасные породы обязательно должны быть в наморднике. Ни для кого не секрет, что поведение домашней собаки кардинально отличается от поведения бродячих псов. Если одни живут в любви и ласке, то другие, в прямом смысле слова, должны выживать на улице. Потому именно бродячие собаки склонны к агрессии. Наша съемочная группа побеседовала с Викторией Касьяник. Именно так зовут девушку, которая пару лет назад стала жертвой нападения собаки. Сегодня она с дрожью в голосе отмечает, что страх при виде собаки остался на всю жизнь. Была большая собака. Я мимо прошла, уже не раз сталкивалась с ними, знаю, что нужно тихонечко мимо проходить, чтобы они не обращали внимания особо. Уже какой-то промежуток дороги я отошла от нее и почему-то решила повернуться назад. И я вижу, что она просто несется на меня. И все, я просто стала как вкопанная. Было очень страшно. Она, ну я вот была примерно на голову ниже. Она цапнула меня за бедро, то есть достаточно большая крупная собака была. Я кричала, звала. Вокруг было много дымов. И ну как бы все попрятались. Ребенку никто не помог совсем. Даже вспоминала, как-то снова дрожь берет. После нападения собаки Виктория, конечно же, в первую очередь обратилась к врачу. Мы побеседовали с врачом-травматологом и узнали, какие симптомы указывают на то, что у вас бешенство, как обезопасить себя и что делать в первые минуты после укуса. Ранний период бешенства проходит, как обычная вирусная инфекция. Головная боль, кашель, головокружение, общие недомогания. Все стадии длятся несколько дней. Вообще все заболевание протекает от нескольких дней до нескольких недель, заканчивается летальным исходом в 99% случаев. Мы в ответе за тех, кого приручили. Именно эта фраза подчеркивает, что если вы надумали завести себе четвернокого друга, то будьте за него в ответе.